Разрешение на торговлю елкой и соснами выдается управлением торговли, субъектам хозяйства. Это ФОПы, физическое лицо предпринимателей, у которых есть соответствующие документы для ведения этой деятельности. Я считаю, что это нарушение законодательства. Человек не имеет права просто взять и пойти перепродавать, где он хочет, как хочет. Продавец должен иметь разрешительные документы на торговлю, документы, подтверждающие его возможность вести эту предпринимательскую деятельность, документы на товар, это товаро-транспортные накладные, если это елки или сосны, сертификат на проверку на радиацию, чипы с лесхоза. Чипы выдаются лесхозом на каждое отдельное срубленное дерево. На сайте лесового агентства Украины там все зарегистрировано. Мало того, у них на сайте есть приложение для андроидов, его можно скачать, ввести туда номер чипа дерева, и оно должно обозначить, с какого именно хозяйства привезен этот продукт, и подтвердить это. Лучше, конечно, переходить на искусственные елки, которые на сегодняшний момент красивые, их надолго хватает. У меня лично уже восьмой год дома стоит штучно, единственное, что мы можем веточки купить для запаха. Вот и все. И оно красиво, очень прекрасно смотрится.